Масштабная трагедия в Италии, в городе Генуа, на севере страны, обрушился автомобильный мост. В это время на нем и под ним находились много машин. Погибли как минимум 35 человек, 14 пострадали. Цифры не окончательные, ведь спасатели еще разбирают завалы. Помощь Италии уже предложил президент Франции Мануэль Макрон подробности этой ужасной аварии в материале Екатерины Кровец. Это произошло в считанные минуты. По словам очевидцев, в конструкцию моста Моранди во время сильнейшей грозы ударила молния. В результате центральная часть сооружения, длиной почти в 100 метров, рухнула на расположенные снизу железнодорожные пути. Вместе с конструкцией с высоты 50 метров упали автомобили и грузовики. По нашим данным, на мосту в момент обрушения находились от 30 до 35 легковых автомобилей и 3 грузовика. Погибли более трех десятков человек, среди них ребенок. Еще по меньшей мере 8 человек госпитализированы. На место трагедии прибыли две сотни спасателей. Они считают, что под завалами могут быть люди. И число жертв и пострадавших может увеличиться. В Министерстве транспорта случившееся уже назвали, цитирую, огромной трагедией. А вице-премьер и министр внутренних дел Италии Матео Сальвини заявил, что в причинах трагедии будут разбираться самым тщательным образом. Спасибо сотням профессионалов, спасателей и добровольцев, которые часами оказывали помощь, молились о жертвах и их семьях. Обещаю, мы приложим все усилия, чтобы привлечь к ответственности виновных в этой ужасной катастрофе. Мост Маранди находится в эксплуатации более полувека. Последний раз ремонтные работы на нем проводились два года назад. А согласно доклада итальянской автомобильной компании «Аутострада Перлитали» 2011 года, конструкция уже тогда находилась в критическом состоянии. А ежедневный огромный объем трафика лишь усугублял ее состояние. Екатерина Кровец, подробности, телеканал «Интер».